МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас в гостях начальник отдела по работе с личным составом ОМВД России по городу Севастополю, подполковник внутренней службы Александр Крайнек. Здравствуйте. Александр Викторович, режим чрезвычайной ситуации до сих пор продолжается в городе. Как проходит работа управления в этих условиях? Дело в том, что работа управления, как и всех органов внутренних дел Российской Федерации в целом, это каждодневный кропотливый труд. Да, безусловно, режим чрезвычайной ситуации, который был введен в нашем городе в связи с отключением электроэнергии, внес свои коррективы в нашу службу. Да, мы увеличили количество нарядов на улицах города. Особенно это был прошлый год, когда ситуация складывалась наиболее критически. Да, безусловно, мы тоже приняли участие в работе и сотрудников МЧС, и в холодное время, оказывая помощь гражданам. Но на сегодняшний день ситуация, слава богу, выравнивается. Хотя нельзя еще говорить о полной стабильности в вопросе решения чрезвычайной ситуации, прохождения ее. Наряды также функционируют, сотрудники также ходят, также не считаются с личным временем. Но эта ситуация, с одной стороны, временная, с другой стороны, позволяет нам поддерживать общественный порядок на улицах города. И я думаю, что граждане со мной согласятся, что никаких таких экстраординарных ситуаций, в связи с видением чрезвычайной ситуации в городе не произошло. Никаких всплесков крупных не были, все пресечены. Поэтому я думаю, что мы справляемся, естественно, благодаря помощи гражданам. Здесь я бы, наверное, хотел сказать, вы знаете, нас с вами, севастопольцев, сложно понять со стороны. Потому что такие сложные ситуации, у многих опускаются руки, да, нет света, все плохо, как же мы будем встречать Новый год. Мы, наоборот, все вместе аккумулируем силы, берем себя в руки. И за этот период граждане, опять огромное всем телезрителям спасибо, проявили себя с лучшей стороны. Они обращают внимание на правонарушения, они информируют органы внутренних дел, нашу севастопольскую полицию. Ну и сами стали более бдительны в определенных вопросах. То есть стараются не провоцировать преступников, не становиться жертвами. Потому что вы знаете, что, к сожалению, есть категория граждан, которые пытаются воспользоваться определенными слабинками других граждан, которые не нарушают закон. Ну, то есть можно сказать, что эти новогодние праздники, новогодние дни прошли без особых чрезвычайных происшествий в городе. Можно так утверждать. Сегодня в каком режиме работает управление? В обычном или усиленном? И в чем это проявляется? Как я вам сказал, что усиленный вариант несения службы на сегодняшний день не отменен. Да, что это значит? То есть мы изменили немного время несения службы патрульными нарядами. Как я уже говорил, усилили патрульную службу сотрудниками ОМВД на районном уровне. Но в принципе мы уже к этому привыкли. То есть жизнь идет своим чередом, все службы работают. Те, кому нужно, тех охраняют общественный порядок на улицах, кто нужно, расцветят уголовные дела, кто обеспечивает. Поэтому можно сказать, что состояние стабильное в режиме чрезвычайной ситуации. Расскажите о структуре управления. Из каких подразделений она состоит? Вы правильно задали этот вопрос, потому что собирательный образ полицейского на самом деле это миф. Для каждого из нас это кто-то рисует дядю Степу милиционера, кто-то следователя, кто-то оперуполномоченного, кто-то сотрудника ГИБДД, в зависимости от того, какой есть жизненный опыт в принципе. Сама служба в органах внутренних дел – это очень многогранная структура, которая предполагает под собой наличие огромного количества разнообразнейших специальностей. Чтобы вы понимали, нам нужны и специалисты, которые закончили среднеобразовательную школу, имеют полное среднее образование с одной стороны. А с другой стороны есть образовательные учреждения системы МВД, где нужны доктора наук. Даже приземленно к территории образовательные учреждения – это специалисты в области химии и биологии в экспертных центрах, это специалисты в области компьютерных технологий, это юристы, психологи, инженеры. Огромное количество профессий, которые обеспечивают существование и деятельность органов внутренних дел. Вы в начале передачи правильно отметили, что основная задача – это охрана общественного порядка. И поддержание общественной безопасности. Но чтобы это происходило качественно, это работа огромного количества людей, огромного количества служб, начиная от уборщицы и заканчивая начальником МВД. Давайте поговорим тогда, раз речь зашла об этом. Есть ли вакансии на сегодняшний день в управлении? И если есть, каких в основном подразделениях и специалисты какого уровня нужны в первую очередь? На сегодняшний день наибольшая потребность у нас специалистов патрульно-постовой службы. То есть это обыкновенных полицейских, которые обеспечивают охрану общественного порядка на территории города, в общественных местах. То есть основные требования – это полное среднее образование и либо возраст старше 28 лет с легальной отсрочкой от призыва, либо срочная служба в армии. Остальные, естественно, вакансии – это вопрос, как и в любой организации, безусловно, динамический. Кто-то уходит на пенсию, кто-то переводится в другие подразделения, у кого-то семья переезжает. Поэтому мы постоянно проводим набор кандидатов, то есть составляем определенный задел, чтобы, не дай бог, у нас не получилась в один момент прекрасная дырка. Поэтому приоритет, безусловно, это лица, имеющие высшее юридическое образование. Безусловно, это определенный отбор, это требования касаемо физической подготовки, состояния здоровья, психологического устойчивости. Кроме этого, это отсутствие каких-либо негативных отношений с законом до службы – это обязательное требование. Все остальное приходите, будем рассказывать. Кто-то остается. Консультации бесплатные. Ко мне приходит большое количество людей. Кто-то после собеседования говорит, что, извините, это не мое. Кто-то, наоборот, служит и служит долго. Какие-то особые ограничения касаемо возраста, допустим, гражданства есть? Мы переходим к основным требованиям, чтобы вы правильно отметили, потому что люди обращаются разные, это прежде всего тратится их время. Поэтому, согласно действующего законодательства, сотрудником органов внутренних дел может стать гражданин Российской Федерации. Притом, существуют ограничения, когда всех государственных служащих – это единое гражданство, одно гражданство, двойного гражданства для сотрудников органов внутренних дел не предусмотрено. Кроме этого, он должен иметь возраст от 18 до 35 лет. Исключения составляют возраст 17-летний – это детки, которые у нас поступают курсантами в образовательные учреждения. Старше 35 лет на службу могут быть приняты только те лица, которые ранее проходили службу либо в органах внутренних дел, либо служили в армии, либо в иных силовых структурах, но не срочную, а так называемую контрактную службу. В такой ситуации предельный возраст определяется предельным возрастом выслуги в звании, то есть есть определенные нюансы. Все остальное, опять же, медицинские требования и остальные, они выявляются в процессе оформления на службу. Можно ли поступить на работу ваше управление по контракту и что для этого нужно? Дело в том, что вся служба в органах внутренних дел является контрактной. Полностью? Полностью, да. То есть поступая, какая процедура поступления, приема на службу в органах внутренних дел? Прежде всего, после того, как человек прошел все этапы отбора. Дальше с ним заключается срочный трудовой договор с стажером по должности. В зависимости от должности, могут быть там от двух до шести месяцев, это уже непосредственно связано с родом деятельности, которую он будет дальше выполнять. После окончания срока стажировки с гражданином заключается контракт, причем срок стажировки учитывается, если он после этого заключен контракт, учитывается в службу в органах внутренних дел со всеми вытекающими последствиями, то есть пенсионным обеспечением, надбавками за выслугу лет, положительностью отпуска и так далее. После заключения контракта и с начала стажировки за сотрудником закрепляется наставник, сотрудник в течение первого года службы проходит обучение в училище первоначальной подготовки. Для нас это приоритетным является и в Патарийское училище. Но опять же, это командировка, это оплачиваемая зарплата. Обучение длится полгода. Через полгода он уже прибывает и приступает к исполнению своих должностных обязанностей в полном объеме. Есть особенность в спецподразделениях ОМОН, СОБР, а также в кинологическом центре, там первоначалки находятся за пределами Крыма. Но опять же, это связано именно с особенностями службы. Есть другой путь. Закон не дает разницы между поступлением в образовательное учреждение, принятием присяги курсантам и принятием на службу. То есть, вот этот этап отбора, поступления, принятия присяги курсанта, это тоже определенный способ попадания в органы внутренних дел. Он не является ни приоритетным, ни лучшим, ни худшим. Конечно, для специалистов, особенно узкого направления, мы понимаем, что гражданский ВУЗ по своей специфике, даже юридически, не может подготовить, дать базисных знаний, например, оперативного сотрудника. Я ни в коем случае не хочу сказать, что лица, пришедшие, скажем так, с гражданки, огончившие образовательные учреждения, иных ведомств, либо министерства образования, они будут хуже сотрудниками, нет. Но на начальном этапе, те, кто окончили наши ВУЗы, им немножко проще. Они понимают, о чем идет речь. Этим людям, иным, кто пришли не курсантами, больше период адаптации. Ну, в принципе, это, наверное, как в любой системе, в любом. На какой минимальный срок заключаются контракты? Значит, согласно действующего законодательства, у нас первый контракт заключается на 4 года, потом бессрочный. Исключения составляют, существует предельный срок службы в органах внутренних дел, если сотрудник достиг этого предельного срока, он может по своим медицинским качествам, по деловым качествам продолжать службу, имеет на это желание, то с ним ежегодно перезаключается контракт на один год. Какая информация будет интересна будущим выпускникам? Ведь сейчас начинается набор детей в ВУЗы ОМВД. Дело в том, что вы правильно отметили, задали данный вопрос. Образовательные учреждения системы ОМВД имеют свои особенности. Прежде всего, в отличие от иных образовательных учреждений, документы, заявления на поступление нужно подать до 1 марта текущего года, года поступления. То есть осталось всего-навсего полтора месяца. Связано это с процедурой оформления, как я говорил, она длительная, поэтому 1 марта законодатель устанавливает крайний срок. Кроме этого, что интересно для родителей, этой информацией я рекомендую воспользоваться. Базовым для нас образовательным учреждением является Крымский филиарг Краснодарского университета МВД России. 30 января в 10 утра там проводится день открытых дверей. Учитывая, что все-таки город расположен достаточно близко от нашего города, я рекомендую посетить. Они находятся на улице Стевана, 14 в Симферополе. В принципе, могут найти родителей, кому-то интересную информацию на сайте и посмотреть своими глазами, что это, где это, где будут детки жить, как будут учиться. Что представляет собой акция «Студенческий десант» и как проходит стажировку в пресс-службе ОМВД? Дело в том, что, когда мы с вами говорили о том, что органы внутренних дел, в частности наше управление ОМВД России по городу Севастополь, это система многогранная. Она предполагает под собой не только выполнение своих непосредственных функций, как охрана общественного порядка, но и подготовку граждан, вот так, наверное, правильно сказать, и агитацию, и к службе в органах внутренних дел, но и, в принципе, воспитание определенных моральных принципов и недопустимости нарушения общественного порядка и помощи сотрудникам органов внутренних дел. Поэтому ОМВД проводит ряд мероприятий, конкурсов совместно с различными организациями в городе. Мы, так скажем, взаимодействовали в прошлом году и будем в этом году продолжать взаимодействовать с Флотилией и детской библиотекой имени Гайдара. Мы проводим акцию «Студенческий десант». Здесь я хочу сказать, что это заслуга нашей пресс-службы. Они вышли с предложением о том, чтобы любой желающий старшеклассник либо студент, обратившись в пресс-службу ОМВД России по городу Севастополю в период с 19 по 25 января мог пройти стажировку фактически в любой службе в ОМВД России по городу Севастополю в течение одного дня. Да, безусловно, это не служба, но это позволит, во-первых, нашим старшеклассникам и студентам немножко заглянуть по ту сторону, занавеса, а с другой стороны, заставит их, наверное, более уважительно относиться к этой профессии сотрудникам органов внутренних дел. Ну что ж, время нашей передачи «Стекло». Благодарю за интересную информацию. Спасибо, что пришли к нам в студию. Эфир же телеканала продолжается. Впереди еще много увлекательных и достойных внимания тем. Оставайтесь с нами, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!